14 миллионов чеков было сформировано в рамках экспериментов на сумму 53 с чем-то миллиардов рублей. Я просто сейчас остаюсь уточнить уже те данные, которые я называл. Выводы, какие мы пришли, в общем, практически все участники эксперимента отметили, что технология достаточно удобная, потому что помимо того, что они получили некую обязанность, некую задачу передавать данные о расчетах в режиме реального времени, они также получили и удобные средства аналитики, это очень тесно сопрягаемые вещи. То есть, если данные доступны для машинной обработки практически в режиме реального времени, то можно на этом построить достаточно много сервисов. Конечно же, Федеральная логослужба не сервисная организация, и подобные услуги, наверное, только в самых общих чертах мы проектируем в рамках личного кабинета, функционал личного кабинета, мы планируем, что там будет некая статистика в разбивке по кассам, по периодам, по начислениям. В принципе, можно там вплоть до кассиров увидеть эффективность, я не знаю, простой, какие-то такие вещи мы сможем отразить. Но, наверное, наиболее интересный пласт сервисных функций, построенных на этих данных, смогут предложить уже операторы фискальных данных, которые обрабатывают, собирают и обрабатывают эти данные. И в рамках своих личных кабинетов, конечно же, они смогут действительно предложить по-настоящему интересный для многоплательщиков функционал. Это и удаленное управление, и привязка программ мотивирования, стимулирования сотрудников. Я сейчас фантазирую, на самом деле, там открывается очень много всяких интересных вещей, которые могут быть реализованы. И у нас были определенные скептические оценки на тему того, что в Российской Федерации не очень все хорошо с покрытием по связи, география обширна и прекрасна. Но 95% желающих заявиться в эксперимент, они фактически смогли обеспечить бесперебойную передачу данных расчетов в режиме реального времени. Более того, мы изначально строили систему, ну, кстати, в части эксперимента нам, наверное, помогло, потому что мы поняли, что стабильность связи, она, ну, так вот условно, в длительных периодах времени, она, конечно же, может измеряться 99,9% по некоторым случаям, да, бесперебойность. Но фактически, если мы будем там завязывать все на передачу вот ежесекунд на этих данных, то мы можем получить и не очень позитивный фидбэк. Поэтому технология, которая сейчас внедряется в рамках закона, она предусматривает в случае отложенной передачи данных, в случае использования контрольно-кассовой техники в регионах, удаленных от сетей связи, автономный режим использования, и закон предусматривает даже практически отказ от использования контрольно-кассовой техники вообще в труднодоступных регионах, там, при определенных обстоятельствах. То есть мы максимально старались учесть все особенности, связанные с возможностью по передаче данных, что она неоднородна, неравномерна, есть, безусловно, исключения. И даже если там какой-то простой связи, там, сбой, там, что-то с роутером, с оператором, с сотовой связью, с покрытием, временно какие-то сбои случаются, кассовая техника и фискальный накопитель в ее составе будут накапливать всю информацию о расчетах, сохранять в некорректируемом виде. И как только связь восстановится, все эти данные будут в порядке очередности также отправлены. И пользователь это, в общем-то, совершенно заметить не должен. Ну, разве только в какой части? Если по каким-то причинам фискальные документы не уходят, в законе есть норма, по которой кассовая техника имеет к себе требование информировать пользователя о неотправленных фискальных документах. То есть, чтобы пользователь, открывая смену или закрывая смену, видел, чтобы что-то не ушло, чтобы принял какие-то меры. Но если связь будет восстановлена, никаких дополнительных действий со стороны пользователя не требуется, все это автоматически будет отправлено, уйдет и никаких проблем не создаст. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok